Дорогая Церковь, я вас также всех приветствую и поздравляю с этим праздником Святой Троицы, но мы скоро будем приступать к Вечери Господней, и хотел бы, чтобы мы также стоя прочитали место, которое записано в Евангелии от Луки, 22 глава, с 15 стиха по 20. И сказал им, «Очень желал я ей с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу, благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». И взял хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после Вечери, говоря, «Сия чаша есть, новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Аминь. Занимайте места, дорогие братья и сестры. Итак, сегодня мы в очередной раз пришли в дом молитвы, в дом Божий, и перед нами убранный стол. И хотелось бы, чтобы это не было для нас как традиция, добрая традиция, мы можем назвать, да? Но чтобы всякий раз, когда мы приходим, и мы видим этот убранный стол, чтобы мы подходили к этому с трепетом, как в первый раз. Ценность Вечери Господней. Мы с вами прочитали о том, что Христос устанавливает эту вечерю на Новый Завет, на последний вечер с Своими учениками. И он знал, что ему предстоит впереди Голгофа. Голгофа, друзья, это самое переживательное, мне кажется, место было для самого Господа Иисуса Христа. Голгофа была самым переживательным местом для Отца Небесного. Хотя, я думаю, что для Бога было много других переживательных моментов во всей истории человечества. Я думаю, что Господь переживал, когда Адам и Ева согрешили. Я думаю, что Господь очень переживал, когда израильский народ уходил от Него. Я думаю, что Господь переживает, когда человек отвергает Господа. Но я думаю, что Голгофа, это были особенные переживания, через которые прошел Господь. И Господь хочет, чтобы сегодня мы с вами ценили. Ценили вот эти знаки, то, когда мы участвуем в Вечере Господней. Чтобы мы размышляли над тем, что сделал для нас Иисус Христос. И хотелось бы, чтобы мы сегодня, вот буквально в течение нескольких минут, перед тем, как мы приступим к вечере, чтобы мы, может быть, мысленно перенеслись на Голгофу. Чтобы мы еще раз взглянули, мы только что пропели о руках, да, руках, которые в крови, которые напоминают нам о Его тяжких страданиях. Чтобы мы еще раз оценили ту цену, которая была оплачена за каждого из нас. Потому что, если мы не оценим по достоинству, друзья, что сделал Иисус Христос для нас, мы не поймем до конца, что для нас было сделано. Если мы до конца не поймем то, что Господь сделал для нас, мы не сможем быть по-настоящему благодарны нашему Господу. Как же мы можем оценить жертву Иисуса Христа? Как оценить кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за нас? Сколько она стоит сегодня? Ведь в этом мире все что-то стоит. Мы когда хотим что-то приобрести, мы в первую очередь спрашиваем, сколько стоит? И после того мы принимаем решение, приобрести мне это или нет. То ли я покупаю дом, машину, телефон, компьютер. Все в этом мире что-то стоит. Цена крови Иисуса Христа. Написано, что Бог был готов отдать самую высокую цену за нас с вами. И вы знаете, когда мы осознаем это, что Господь отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть ради людей, для того, чтобы спасти нас с вами. Когда ты осознаешь это, когда ты вдумываешься в это, когда ты понимаешь, что для тебя сделал Иисус Христос. В первую очередь меня это, конечно, удивляет. Во-вторых, оно меня вдохновляет. И в-третьих, мое сердце, оно наполняется благодарностью моему Господу. Хотелось бы, чтобы мы сегодня подходили к вечере с благодарными сердцами, осознав ту цену, которая была уплочена за нас с вами. Ведь неужели мы с вами такие драгоценные, что ради нас Господь отдал Своего Сына, что ради нас Господь был готов пойти на такую боль, ради нас Господь был готов пойти на эти страдания, на унижения. Но когда мы смотрим на то, что Господь совершил ради нас, когда мы смотрим на ту цену, которую Господь заплатил, мы понимаем, насколько Господь нас с вами сильно любит. Это не просто какие-то слова, друзья. Если мы посмотрим в старые дни, когда еще покупались, продавались рабы, рабов мог приобрести только богатый человек. Бедный человек не мог. Господь заплатил огромную цену. И эта цена была кровью Иисуса Христа. В первом послании Петра, 1 глава, 18-20 стих, написано следующее. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, для нас с вами». Слава Господу за то, что Господь пришел в этот мир для нас с вами. За то, что Господь Иисус умер, пролил свою святую кровь за нас с вами. И вы знаете, что сегодня невозможно заменить кровью Иисуса Христа ничем. Никакими богатствами мира, никакими другими вещами мы не можем заменить для того, чтобы получить спасение, для того, чтобы получить оправдание пред Господом, для того, чтобы получить жизнь вечную. Сегодня имеет силу только кровь Иисуса Христа, для того, чтобы омыть нас, очистить, оправдать. И сегодня, приступая к вечере Господней, хотелось бы, чтобы мы действительно размышляли, рассуждали о том, что сделал Господь для нас. Вы знаете, для нас это произошло две тысячи лет назад. Писание говорит, что у Бога один день, как тысяча лет. И Господа, оно все еще свежо. Мы, люди, может быть, по природе своей склонны тому, чтобы что-то забывать. Но для этого Иисус Христос установил эту заповедь со своими учениками. Он передал эту заповедь и нам. Он сказал, сие творите в мое воспоминание. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы еще раз вспомнить о Божьей любви. Еще раз вспомнить о Божьей заботе о нас. Еще раз вспомнить о той цене, которую Господь уплатил за каждого из нас. И пророк Исаии, в 53 главе 11 стих, говорит такие слова. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Почему так написано? Потому что Христос видел результат. Он знал, что его смерть, его страдания, они принесут жизнь многим людям. Они принесут жизнь и спасение всем тем, кто уверует в Него. Слава Господу. Слава Господу за то, что мы знаем Господа. За то, что мы уверовали в Него. За то, что мы сегодня имеем эту привилегию, возможность еще раз вспомнить о Его тяжких страданиях. Совершить вечерю вместе, разделить хлеб и вино. Пусть Господь благословит сегодня всех, кто здесь присутствует. И когда мы будем протягивать руку сегодня к хлебу и вину, чтобы мы размышляли о той цене, которая была уплачена за каждого из нас. И чтобы наши сердца были наполнены благодарностью нашему Господу. Слава Ему за это. Я сейчас предлагаю, чтобы мы все встали на ноги, мы споем пение. Взойдем на Голгофу, мой брат. Во время этого пения братья выйдут и приготовятся. И мы после чего будем приступать к вечере. Спасибо. 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 Спасибо.